Две огненные звезды и, слову помним, из 480 свечей. У вечного огня в Парке Победы можно было увидеть вечером 21 июня, в канун дня начала Великой Отечественной войны. Самарцы почтили память тех, кто защищал Родину. 82 года назад, ложась спать, люди не знали, что эта ночь разделит их жизни на до и после. Жительница Самары Марина Белая вспоминает историю своей семьи. Ее прадед дошел до Кенигсберга, а дед воевал на Белорусском фронте. Оба вернулись живыми. Память о них переходит из поколения в поколение, рассказывает Марина. Это очень важно. Чтобы не повторить это все, надо быть патриотичным, помнить своих предков, какой подвиг они совершили, защитили нашу страну, сохранили ее. Надо беречь, передавать это все, чтобы сберегли, сохранили для своих детей, для своих внуков памятью. Самара традиционно принимает участие во всероссийской акции «Свеча памяти». И место ее проведения выбрано не случайно. Эта акция у нас проходит торжественно, конечно, в парке «Победа», потому что это знаковое место все-таки, парк «Победа», единственный парк, наверное, в Самаре, который называется «Парк Победа». У вечного огня «Свеча памяти». В память о тех, кто вернулся, кто не вернулся, кто защищал нашу Родину в 1941-1945 год. И здесь, вы видите, присутствуют именно дети, внуки, правнуки тех, кто защищал нашу Родину. В этот вечер жители Самары почтили память не только героев Великой Отечественной войны, но и участников специальной военной операции, которые уже в наши дни встали на защиту Родины. В этом году наша акция «Свеча памяти» нас наполнена особым смыслом. И вновь фашизм, только уже в новом обличии, поднял голову. И сегодня мы не только отдали дань памяти воинам Великой Отечественной войны, но и все вместе, плечо к плечу, выразили уверенность, что победа будет за нами. Традиционно акция «Свеча памяти» проходит и в онлайн-формате. Каждый житель мог присоединиться к ней, зажигая виртуальную свечу. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.